Всем привет! Элина, а зачем тебе айфон? А зачем тебе зубная щетка? А за тем, что сегодня, 24 февраля, и именно в этот день компания Oral-B выпустила первую в мире зубную щетку с нейлоновым волокном вместо натуральной щетины. В этот же день родился Стив Джобс, и именно благодаря этому мужчине в джинсах и темном джемпере мир поделился на тех, кто может себе позволить айфон, и кому Xiaomi норм за свои деньги. К новостям! В республике тихо, практически незаметно, прошли кадровые перестановки. Фарид Абдулгамиев, которого неоднократно критиковали, покинул пост министра экономики республики Татарстан и перешел на должность помощника президента, где будет курировать малый и средний бизнес. Новым министром экономики стал Митхад Шиги Ахметов, ранее уже занимавший этот пост. Перетурбации на этом не закончились. Шиги Ахметова на посту руководителя ЦИК сменил его зам Олег Сквордяков. Очень показательно, что в руководстве республики решили задействовать кадровые ресурсы ЦИКа. Ведь год для избиркома непростой. Голосование по изменениям в Конституцию, выборы муниципальных депутатов, выборы президента на худой конец. Мэр Казани впервые за 20 лет выступил с речью в Госсовете. В декабре Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Это и стало темой первого выступления Медшина перед парламентариями. Ильсу Раисович напомнил, что Казань была одним из ключевых центров тыла, где располагалось множество госпиталей и заводов. А следовательно, Казань заслуживает звание «Города трудовой доблести». Госсовет и президент эту инициативу поддержали. В ближайшее время все необходимые документы направят в Госдуму. В четверг в Татарстане накрыли ячейку террористов, которые хотели выехать в Сирию и примкнуть к международной террористической организации. Трое граждан России и один украинец сформировали в Татарстане ячейку запрещенного в России международного религиозного объединения от «Такфир-Валихиджра». Но правоохранители пересекли их деятельность и задержали. Будьте бдительны, дорогие друзья, сообщайте о подозрительных лицах, если с такими столкнулись. Ислам – религия мира. Из Казани впервые начнет курсировать поезд в Крым. Да, теперь наконец можно прочувствовать, что полуостров наш. Реализацию билетов на поезда планируется начать с завтрашнего дня. Поезда будут следовать по маршруту Екатеринбург-Симферополь с остановкой в Казани. В Крыму нас ждут барабульки и рапаны, вино и брынза. А если захватите из дома пару мешков и сможете на месте найти бревно, то можно выяснить, кто сильнее – крымские татары или волжские. В общем, отдыху и обийке в деревне как никогда близок к отмене. Казани произошло похищение года. В Куюках украли передвижную баню, которая стояла недалеко от супермаркета. Был ли это выставочный или парильно-боевой экземпляр – неясно. На место выезжали опера, в пресс-службе МВД заявили, что завели уголовку. В общем, все серьезно. Но по горячим следам баню найти не удалось. Возможно, глухарь. В Казани первыми в России внедрили систему оплаты проезда онлайн. Звучит красиво. На деле для пассажиров почти ничего не поменялось. Раньше вы прикладывали карту, получали чек, а после смены данные с аппарата передавали в банк. Теперь вы прикладываете карту, получаете чек, а банковская операция проходит онлайн. Никаких тебе кибертехнологий, оплатой странам лица и силой мысли. Но Казань первая, если что. Ушла эпоха. В Саратове прекратили выпуск одноименных холодильников. На предприятии заявили, что смысла нет, конкуренция большая, производство нерентабельно. После развала СССР в России оставалось 4 предприятия по производству холодильников марки Саратов, Бирюса, Свияга и Орск. Орск перестал орать в 2017-м, Саратов сейчас. Остались Свияга, ставшая позисом, и Красноярская Бирюса. И тут должна быть шутка про кто последний герой или кто станет обладателем короны Саб-Зиро. Но мы ее не придумали. Дорогие мальчишки, парни, мужчины, поздравляю вас с прошедшим 23 февраля. Спасибо, что вы у нас такие сильные, такие мужественные, такие красивые. Ну, Ирина, тебя тоже поздравляю с прошедшим 23 февраля. Ребят, не переживайте, Ирина уезжает на военно-полевые сборы и будет через две недельки.